Что может быть хуже, чем самообман? Только коллективный самообман, когда сотни и тысячи людей сами водят друг друга за нос. А теперь представьте, что благодаря самообману люди вокруг вас начинают богатеть. Мы тоже хотим заработать, бежим за ними и тоже начинаем богатеть. За нами бегут следующие и тоже начинают богатеть. А потом все заканчивается. Выясняется, что нас никто и не обманывал, кроме нас самих. Это и называется финансовый пузырь. Иногда он бывает размером во всю страну, например, величиной в Голландию, которая решила разбогатеть на тюльпанах. Это Fury Tales. Время удивительных историй об экономике. Голландцы этого времени были, ну, очень необычными ребятами. С одной стороны, они уже 80 лет воевали, с другой, они уже 25 лет богатели, ведь в стране был долгий период экономического роста. С одной стороны, они были очень верующими, и их жизнь крутилась вокруг сообществ. Церковь, улица, цех, семья. С другой, многие были рискофилами. Вечные эпидемии приучили их, что завтра они могут умереть. Поэтому они много пили, ничего не боялись, плавали за 3-9 земель и любили рисковать. А протестантизм требовал от голландцев трудолюбия, чести и верности своему слову. Это породило специфическую гордость голландцев. Торговую честь, которая оказалась абсолютно нерушимой. Сейчас тюльпаны – неофициальный символ Нидерландов. Моду на них в конце 16 века вел видный ботаник своего времени Карл Клузиус. Он и дал им название «тюльпан», что в буквальном переводе означает «ткань из крапивы». Клузиус родился во французском городе Араса. Успел поработать много где в Европе. В конце 16 века он переехал в нидерландский Лейден. Здесь он разбил еще один сад, разумеется, с тюльпанами, и стал почетным профессором ботаники. Здесь же познакомил элиту Нидерландов с тюльпанами, но не простыми, а больными. Клузиус открыл тюльпаны с пестрыми лепестками, которые ценились особенно высоко. Только потом ботаники установят, такие лепестки появляются в результате заражения комбинацией вирусов. Заражение передается соком больных растений, но тогда это казалось настоящим чудом. В сознании голландцев тюльпан стал предметом роскоши, на вроде драгоценных камней или золота, но при этом обладал огромным преимуществом. В отличие от золота, камней и даже предметов искусства, тюльпан можно размножать. Разумеется, предприимчивые голландцы активно стали выращивать цветы, а потом и участвовать в спекуляции. Каждый богатый человек хотел свой уникальный рисунок, поэтому к 1633 году голландцы вывели свыше 500 форм пестрых тюльпанов. Сначала тюльпанами увлекались примерно те же люди, что и покровители искусств. Вовлечение в тюльпаноманию шло по взаимно переплетенным сетям, тем самым сообществам. Но потом участников торгов становилось все больше. В 1625 году прошел первый зафиксированный тюльпановый аукцион, и сначала там торговали действительно тюльпанами и луковицами. За годы участников торгов становилось все больше и больше, но самое интересное менялась и сама торговля. С 1634 года в торговле тюльпанами голландцы стали широко использовать продажу контрактов на подставку луковиц в будущем. Подобные контракты в наше время называются фьючерсами. Это было связано с особенностями выращивания цветка. В условиях Голландии тюльпаны высаживают в октябре. В апреле, мае они зацветают, затем старая луковица формирует 3-4 луковицы нового поколения, их называют детки и отмирает. В середине лета деток выкапывают, чтобы в октябре высадить на новое место. Но вот торговля цветами шла круглогодично, и тюльпановоды нашли выход. Они указывали в контракте с покупателем, что передадут ему луковицы по окончании сезона, а покупатель вносил небольшой задаток и обещал расплатиться полностью по получению товара. Такие документы часто заверялись нотариусом или выдавались под поручительство уважаемых граждан. При этом ни продавец, ни покупатель не могли отказаться от исполнения контракта, но покупатель имел возможность перепродать кому-то сам контракт. Такая фьючерсная торговля была в Голландии раньше, но речь шла о крупных оптовых партиях сельхозтоваров или, скажем, рыбы. Скоро эти контракты в глазах голландцев обрели свою собственную ценность, и люди стали покупать и продавать сами контракты. Но и это еще не все. Потом в обиход вошли торговли не луковицами, а долями луковицы – ассами. Один ас равнялся примерно пятой сотой грамма. Со временем почти все сделки с луковицами были привязаны к весу луковиц в ассах. На протяжении 1634-1636 годов цены на луковицы тюльпанов росли плавно, но неуклонно. Например, с января по май 1636 года один ас-луковиц сорта Гауда вырос в цене с двух до почти четырех гульденов. То есть человек, купивший их в январе, получал за пять месяцев 78,5% дохода на вложенный капитал. Подобные истории успешного вложения денег распаляли воображение простых голландцев. Поэтому торговли через своих и торговли на аукционах дополнялись народными торгами на так называемых коллегиях, где все держалось на доверии. Помните? Общины. Торговая честь. Все друг другу должны были верить. Полностью система выглядела как-то так. Есть свои распространители тюльпанов, у них своя вечеринка. Есть то, что сейчас назвали бы спотовым рынком. Там торгуют живыми луковицами. Есть то, что сейчас назвали бы фьючерсным рынком, где торгуют контрактами на будущий урожай. Фьючерсный контракт был жестким. Покупатель не только получал право, но и становился обязанным выкупить товар по окончании оговоренного срока. Парламент собирался смягчить условия, чтобы покупатель мог отказаться от выкупа тюльпанов, заплатив неустойку в 3,5% от цены контракта. В наше время такие контракты называют опционами. Голландцы окончательно потеряли осторожность. Наступил ноябрь 1636 года, и цены внезапно резко рухнули в 7 раз. И тут фьючерсный и спотовый рынок разделились на двое и отвязались друг от друга. Спотовый, на котором обменивались реальными луковицами, торговался по ценам начала ноября. На фьючерсном цены не просто восстановились, а лихорадочно поползли вверх. К 25 ноября цены опередили максимум октября. В начале декабря превысили в 2 раза, а к Рождеству в 18 раз. Это была чистая спекуляция. Коллекционеры тюльпанов и цветоводы пытались заработать хоть что-то или хотя бы не прогореть, а спекулянты рассчитывали на сезонную прибыль весной. Январский рынок рос и рос до начала февраля. 3 февраля в городе Харлем в центре тюльпаномании сорвался аукцион по продаже мусорных тюльпанов. 4 февраля торги были остановлены полностью. За пару дней катастрофа докатилась до других городов, и все было кончено. Рынок рухнул в 20 раз. Самый странный и страшный аукцион произошел 5 февраля в городе Алкмаре. Сироты местного коллекционера Ваутера Винкела, умершего за год до того, выставили на продажу коллекцию луковиц. Стоимость конкретной луковицы в ходе торгов достигла 5200 гульденов, а всего семеро сирот выручили в ходе торгов 90 тысяч гульденов. Для понимания, годовой доход обычного ремесленника мог составлять 230 гульденов. Но через несколько дней рынок тюльпанов рухнул окончательно, а торги, по-видимому, шли не на живые гульдены. С сиротами просто не расплатились по контракту. Впрочем, возможно, это просто легенда. Спекулянты остались с контрактами на тюльпаны, которые они не желали выкупать, а тюльпановоды с нераспроданным урожаем луковиц. Начались многолетние тяжбы между участниками торговли. Голландское общество впервые пережило настоящий кризис доверия. Раньше отказ должника платить по своим обязательствам превращал его в изгоя. Слом этой системы потряс голландца. В феврале 1637 года Ассоциация крупнейших цветоводов потребовала у властей признать, обязательными будут только контракты на поставки 1637 года, заключенные до октября 1636 года. Политики согласились, а заодно постановили, что более поздние договоры можно расторгнуть за штраф в 10% от суммы. Это примерно соответствовало спотовым ценам на реальные тюльпаны на момент заключения сделки. Рынок потихоньку сжимался. Все 1640-е цены плавно падали вниз. Производство тюльпанов сосредотачивалось вокруг только одного города, Харлема, уходя из других провинций. Полностью тюльпаномания закончилась только в 1648 году. Нидерланды подписали мир по итогам 30-летней войны и получили полную независимость от Испании. Взамен же обязались прекратить свободную чеканку монеты. Поток серебра в страну иссяк, и элиты ограничили свои пристрастия к роскоши. Тюльпан остался символом Нидерландов, но уже чисто из-за эстетических и исторических свойств. Все-таки золото, драгметаллы и предметы искусства, знаете ли, оказались надежнее. Долго считалось, что якобы в Голландии был засеян каждый клочок земли. Тюльпанами спекулировали вообще все, а когда пузырь лопнул, экономику отбросило назад на десятилетия. На самом деле этого не было. Экономика Нидерландов росла все время тюльпаноманией и продолжала расти дальше. Спекулянтами были не все подряд. Не сохранилось никаких сведений о массовых банкротствах именно в связи с тюльпаноманией. Экономисты до сих пор до хрипоты спорят, что ж там такого случилось. Например, что же все-таки заставило цены в начале ноября упасть 7 раз. Одни говорят, что это был абсолютно иррациональный пузырь. Другие считают, что всему виной вера голландцев в скорую победу немцев над шведами. Ведь тогда немцам для празднования победы нужно было купить очень много тюльпанов. А потом шведы одержали над немцами победу. Тогда войны шли лишь в теплое время года и войну отложили до весны. А сажать тюльпаны у стен замков, где могут возобновиться бои, было бессмысленно. Голландцы же усвоили мало честного слова и обычаев. Нужны контракты и суды. Мало верить в свою исключительность, нужно подтверждать ее действия. И если ты решишь обмануть старые правила, они однажды перестанут работать. В будущем пузыри надуются еще не раз. Но мир многому научился на тюльпаномании. Вот такая история. А в следующий раз я расскажу вам про человека, который построил финансовую пирамиду прямо у подножья королевского трона. Причем по просьбе высочайших особ, великом и ужасном Джонни Ло. Не забудьте подписаться, чтобы не пропустить ролик. Это было время удивительных историй об экономике. До скорых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова